Продолжение следует... Доброе утро! Доброе утро! Давайте начнем с самого начала. В чем заключается работа метеоролога? Работа метеоролога заключается в том, чтобы вести наблюдение за погодой. Каждые три часа метеоролог выходит на площадку и делает замеры температуры воздуха, почвы, атмосферного давления. А сейчас вот у нас поставили автоматический комплекс метеорологический. У нас все данные вот выходят на компьютер. Где хранятся все секреты нашей погоды? В этом компьютере. И вот в такой книжке. Вот каждые три часа записываются все данные погоды. Затем составляется телеграмма по этим данным. Вот они, телеграммы. И отправляются для синоптиков в управление. Это у нас старый барометр. Чашечный назывался. Он измеряет атмосферное давление. Говорят, миллиметр ртутного столба. Вот ртутный столб. И по изменению этого ртутного столба мы измеряем давление. А сейчас тоже такие барометр используются или какие-то другие уже? Вот это современный вариант. Стоит датчик, конечно. Датчик, он это барокамера. И за счет изменения давления в этой камере изменяется давление. Но это уже, естественно, современное все. На дисплее всегда текущее давление идет. А это у нас что за ленты такие? Эти линии у нас учатся рисовать барометров. Вот стрелочка, она отклоняется из-за изменения давления. И мы видим, то есть мы обязательно указываем каждый срок изменения давления. Если очень резко давление падает, то обязательно погода испортится. И, как правило, пойдет дождь или снег. Если давление растет, значит будет, ну, если зимой, то будет морозно. Если лето, то будет солнышко, тепло. Вот у нас на станции, вот агрометеорологи, они записывают все. И у нас есть все наблюдения таких данных с 1930 года. За погодой вы наблюдаете через окошко или как-то по-другому? Настоящий метеоролог каждые три часа выходит на улицу, когда это нужно, и идет на площадку. Ну, давайте мы сейчас с вами, я тоже стану настоящим метеорологом, и мы вместе понаблюдаем за погодными условиями. Хорошо. Что нельзя делать на метеостанции? Уходить с дорожек, потому что ведутся наблюдения за снежным покровом, за температурой почвы под снежным покровом. Нельзя его нарушать. То есть снег должен лежать естественно. Говорят, что на метеостанции есть магический шар. Это правда? Ну, если это можно так сказать. Это шар не магический, это просто гелиограф. С его помощью мы измеряем продолжительность солнечного сияния. То есть сколько солнышка светит, мы потом по ленточке считаем часы. То есть вы можете подтвердить, что Омск один из самых солнечных городов в России? Да, у нас в принципе продолжительность солнечного сияния за год равна Сочи. Между двух больших рисок это час времени. То есть если есть прожок, значит солнышко светило весь час. Ленточка разбита на часы и каждому часу соответствует своя графа. То есть мы можем сказать, в какой час, сколько светило солнце. А это у нас получается здесь термометры хранятся? Это психрометрическая будка. Психрометр называется прибор, который состоит из двух термометров. Сухого и смоченного. Кроме термометра здесь еще расположены гигрометры, по которым мы тоже определяем влажность. Датчик гигрометра – это обычный человеческий волос. От того, как волос растягивается, либо уменьшается в зависимости от влажности воздуха, вот стрелочка отклоняется. Бюро поверки, они поверяют у нас, и там уже привозят волос. В основном человеческий, желательно светлый волос, да, желательно блондинки. Он не должен был подвергаться ни химической завивке, ни окрашиванию никакого. То есть только естественность. То есть человек и в этом помогает измерять погоду. А сколько сейчас градусов мы можем с вами определить, посмотреть? Так, вот сейчас минус 4,8 градуса и влажность 50%. Самая точная погода. У вас существует здесь много разных термометров. Куда вы их помещаете, где они находятся? Для измерения каждой температуры у нас есть свой термометр. Допустим, на почве у нас стоят термометры. Это три термометра – срочный термометр, минимальный и максимальный. Зачем так много? Ну, чтобы знать температуру минимальную за три часа и максимальную за три часа. То есть температура же меняется постоянно. И также у нас есть еще термометр, который измеряет температуру на глубине почвы. От 20 сантиметров до 3 метров 20. А вот это вот что за конструкция? Похожа на цветок. Красивая очень. Для чего она нужна? Это сваткомер Третьякова. Два раза в сутки мы измеряем им осадки. То есть меняется вот такое ведро. Здесь бывают осадки. Сейчас снег. Мы приходим, растаиваем и сливаем в сваткомерный стаканчик. И по нему узнаем, сколько миллиметров осадков выпало. Еще одно явление, которое многих людей беспокоит – ветер. Вот когда ветреная погода, вы тоже это измеряете? Вот три мачты стоят, три прибора. Это автоматический комплекс, который на компьютер выводит ветер. М-63, вот та мачта, там у нас прибор стоит в помещении. И флюгер – это у нас автономный прибор. Мы стали подмачивать. Посмотрели направление ветра. Вот эти рисочки большие – это ориентировка юг-север. То есть у нас ветер. Так, юго-западный. Что можно определить по облакам? Это приближение плохой погоды. Все знают, как такие кучево-дождевые облака. Если они появляются на небе, то, значит, обязательно пойдет дождик. Есть такие церостратусы облака, как пелена на солнце. И получается такой большой красивый круг вокруг солнца, как радужный. Это гало называется. Вот если они появляются на небе и начинают уплотняться, то тоже, скорее всего, пойдет либо дождь, либо снег. А вот серебристые облака мы наблюдали. И, кстати, в последние 2-3 года достаточно часто. А что они, серебристые облака, что в них особенно? Ну, они вообще-то появляются очень редко, еще не изучены. Бывают только летом, либо на закате, либо на восходе солнца. Ну что, Татьяна Вячеславовна, я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Ну и, конечно, поздравить с Днем Метеоролога. Сегодня ваш профессиональный праздник. Спасибо, что благодаря вам мы с легкостью узнаем прогнозы погоды. Желаю вам отличного настроения и чтобы погода всех нас только радовала. С праздником! Спасибо! Как собирают данные о погоде, мы выяснили. Но как она попадает в телефон, еще нет. Это не конец истории.